Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды Универ-ТВ. В студии Алилия Талипова и мы начинаем. В Казани отметились сразу два праздника – День родного языка и День рождения Габдула Тукая. На ярмарке вакансий «Будущее за тобой» каждый из студентов нашел работу у себя по душе. Прорыв в медицине. Скоро у людей появится возможность восстанавливать потерянные конечности. В Санкт-Петербурге прошел 11-й съезд Российского союза ректоров. Всех участников поприветствовал Владимир Путин. В работе съезда приняли участие более 600 руководителей высших учебных заведений, в том числе и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Более подробную мы расскажем вам в следующем выпуске. А мы продолжаем. В Казани отметили День родного языка. На площадке перед памятником Габдула Тукая собрались почитатели его творчества. Анна Глазунова расскажет подробности с этого события. 26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдулы Тукая, в республике Татарстан отмечается еще одно знаменательное событие – День родного языка. В Казани этот день отметили музыкально-поэтический митинг. По традиции он прошел у памятника великому поэту возле оперного театра имени Мусы Джалиля. Наряду с корифеями, с известными поэтами, писателями выступают и молодые писатели. Это традиция, это дань нашему великому поэту. Уже на протяжении 60 лет соблюдается традиция в изложении цветов к памятнику Габдулы Тукая. И этот год не стал исключением. День рождения Тукая и этот поэтический митинг, который каждый год проводится в День рождения Тукая, это очень важное событие для всего татарского народа. Габдула Тукая – это светило татарского народа. Габдула Тукая – создатель татарского народного языка. Габдула Тукая – это самые важные фигуры в татарской литературе. На празднике звучали стихи Габдулы Тукая – приветственные слова. А советская и российско-татарская оперная певица Венера Ганеева исполнила песню. Тукая – это великий поэт татарского народа. Как у нас, например, Абай, что значит для казахского народа великий поэт, а для татарского народа это Тукая. У нас в Казахстане, именно в Уральске, есть музей Тукая, потому что он в детстве жил там, в Уральске. Анна Глазунова, Леонард Амлетиаров, Универньюз. Более 50 работодателей представили порядка 200 предложений о трудоустройстве и стажировках на общеуниверситетской ярмарке вакансий «Будущее за тобой», проходящей во втором учебном корпусе Казанского федерального университета. 26 апреля в Казанском федеральном университете стоялась ежегодная ярмарка вакансий. В течение года проводятся различные мероприятия с работодателями. Встречи, мастер-классы и итоговым мероприятием уже является у нас общеуниверситетская ярмарка вакансий. В этом году на ярмарку вакансий подали заявки более 50 работодателей, которые представили около 200 вакансий. Студентам КФУ была представлена уникальная возможность встретиться и лучше узнать своих будущих работодателей. Предполагаем, что студенты, они как таково не имеют опыта работы, и поэтому вакансии предполагаются с обучением. В целом наблюдается положительная динамика трудоустройства. Студенты в КФУ более 30% находят себе место работы и стажировки благодаря данной ярмарке. С каждым годом эта цифра растет. Диана Шилова, Рустам Садриев, Универ-Ньюс. Международная организация лидеров бизнеса организует конкурс бизнес-проектов. Казанский Федеральный университет является региональным центром конкурса. Кто принял участие в мероприятии и что ожидает победителя, узнаешь далее. В Институте управления экономики и финансов Казанского Федерального университета состоялся региональный конкурс межвузовских студенческих предпринимательских и социальных проектов «Энактус-Россия». «Энактус» — это международная организация лидеров бизнеса и студентов, реализующих бизнес-проекты. В конкурсе участвуют 72 тысячи студентов из 36 стран. Казанский университет является базовой организацией для мероприятий и программы «Энактус» в Республике Татарстан. С приветственным словом на конкурсе выступил проректор по инновационной деятельности университета Дмитрий Пашин. Сегодня знаковое событие для студенческого сообщества нашей республики, нашего города, потому что сегодня мы впервые проводим региональный конкурс, такую уважаемую организацию «Энактус». То, что надо делать, идет в тренде того, что мы начинаем делать в университете, то есть переходить на проектно-ориентированную форму обучения. В региональном этапе приняли участие команды Казанского федерального университета, набережной Челнинского института КФУ, Казанского государственного медицинского университета, Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма и Международный колледж сервиса. Команды представили свои социально значимые и предпринимательские проекты. Победители регионального этапа представят свой проект на всероссийском конкурсе организации «Энактус». Артем Тупичкин, Леонард Авлитяров, Универньюз. А теперь коротко о том, какие еще события прошли в Казанском федеральном университете. Казанского федерального университета участниками были затронуты актуальные вопросы преподавания китайского и других восточных языков 21 века. Не менее насыщенное мероприятие проходило в это же время с участием чрезвычайного и полномочного посла Республики Кореи в Российской Федерации. Уюнггин прибыл в Казанский федеральный университет для участия в Международной конференции по корееведению. В рамках своего визита он не только открыл данную конференцию, но и прочитал лекцию для заинтересованных студентов. К слову, о Международной конференции по корееведению, об опыте образовательных реформ Республики Корея, о ее достижениях и вызовах, также рассказал участникам конференции проректор по международным делам университета Синхан Рюк Ван Чоль, который также принял участие в мероприятии Института международных отношений истории востоковедения КФО. Но, как всем известно, не единой учебы живет студент. Например, 25 апреля на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации состоялся заключительный концерт музыкально-образовательного лектория «Лев Толстой и музыка», посвященный году Льва Толстого в Казанском федеральном университете. Концертная программа посвящена художественным и философским воззрениям выдающегося писателя на искусство, его музыкальным вкусом, пристрастием и даже антипатием. Безусловным украшением концерта стали выступления вокального, инструментального и хореографических коллективов. Аделья Шамилова, Ленарда Влетьяров, Невер Ньюс. Казанский федеральный университет занимается изучением регенерации клеток. И уже в ближайшем будущем у людей появится возможность восстанавливать потерянные конечности или выращивать органы для пересадки. Олег Кашин расскажет подробнее. Восстановить утраченную трахею или легкие самостоятельно человеческому организму не под силу. Тогда как ящерица с легкостью может заново отрастить свой отброшенный хвост или тритон способен вернуть себе утраченную лапку. Почему человек, который считается венцом творения, подобным качеством не обладает? Только представьте, что мы можем восстанавливаться как ящерица или саламандра и, например, отрастить новый нос или фалангу пальца, а солдат имеет возможность отрастить потерянную в бою ногу. А теперь представьте, что это не выдержки из научной фантастики, а задачи, которые уже сегодня ставит перед собой новая область науки – регенеративная медицина. Исследования в этой области активно ведутся в Казанском федеральном университете, в Центре превосходства регенеративной медицины. Отличительной особенностью Центра регенеративной медицины Казанского университета является разработка технологии 3D-биопечати. В отличие от обычных 3D-принтеров, которые печатают на неживой материи, пластики или металли, 3D-биопринтер способен печатать живыми клетками. Потенциально в будущем это выход на печать тканей и органов для трансплантации под заказ, чтобы пациенты не ждали в очереди необходимых для жизни органов годами, а могли заказать их печать индивидуально. Ну, конечно, мы пока еще далеки от этих результатов, но, как бы то ни было, разрабатываемы собственные уникальные технологии биопечати, например, в условиях пониженного содержания кислорода. Таким образом, напечатанные нами фрагменты тканей будут лучше приживаться после трансплантации в организм. Сотрудники лаборатории Центра превосходства реализуют ряд фундаментальных и прикладных проектов с участием зарубежных университетов и ведущих российских медицинских центров. Ключевыми партнерами лаборатории являются Университет Брайтон в Великобритании, Крупный научно-исследовательский институт Японии Рикен, Будапештский университет технологии и экономики и Институт хирургии имени Вишневского города Москва. Олег Кашин, Анастасия Иванова, Универньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok